Берешь просто тупо И разгоняешься Сначала, например Играешь Потом 16 Потом опять 8 И вот так вот Я сейчас показал очень медленно Очень схематично Чтобы понятен был сам принцип Принцип таков, что Есть работа на взрыв, есть на выносливость Вот это была работа как бы на взрыв А на выносливость ты просто берешь и какую-то партию Которую тебе нужно разогнать Много-много разгоняешь в небольшом темпе И каждый раз чуть-чуть повышаешь его Может даже не каждый раз Если смотришь, что устал к концу Значит нормальный темп Ты его, как сказать, подобрал так Что усталость накопилась Не нужно повышать выше Добейся того, чтобы ты сыграл И прочувствовал каждую нотку После этого можно повышать дальше Вот такой разгон правой руки Но тут тоже, конечно, есть свои слабые места Как и у левой руки Например, это Разный штрих Например Внутренний штрих Там, предположим Какие-нибудь такие вот упражнялочки Это неудобно Когда играешь На второй, третий Потом прыгаешь на первую Или играешь В закрытой позиции Или исполняешь на гитаре Ти-ти-тати На первой, второй На второй, третий На третьей, четвертой струнах То есть гоняешь вот эти все вещи С разными ритмическими рисунками И разными способами взять струну Снизу или сверху Соблюдая именно переменный штрих И вот таким образом разгоняешь правую руку Потому что просто разгонять ее Тоже смысла особого нет Вот этот разгон в вакууме Применить его будет тебе особо не к чему Ну кроме разве что Соло Хайловой Стар Ну и если ты совсем ничего не разгонял Ну в принципе для того, чтобы кураж поймать Почему бы и нет Тоже хорошая тема Разогнаться, сыграть Хайловой Стар Понять, что ты чего-то достроишь Блядь Ну и все И дальше уже начать работу Чтобы не просто на одной струне быстро пилюкать А можно было переходить со струны на струну Играя быстро Вот такой вот рецепт для разгона Она не им пишет Глеб, здравствуй